Этот прозрачный защитный экран здесь неспроста. Потому что радость у нас. Вот она самая жидкость, похожая на компот издалека. А по консистенции скорее как кисель. На самом деле это очень ценная жидкость. СОЖ. Смазывающая охлаждающая жидкость. И теперь станочек будет работать полноценно. Видите, я уже почти все установил. Это трубки, по которым подается СОЖ. Она регулируется в нужное место. Краном можно перекрывать, либо настраивать струю больше-меньше. Это концентрат, друзья. Он разводится с водой. Пропорции 5-10%. Одарили меня этой незаменимой жидкостью мои друзья. Ростовские почаны. Вчера был у них в гостях. Также в придачу мне было дадено 2 очень удобные трубки для подачи СОЖ. Ими очень удобно подавать смазывающую жидкость именно туда, куда нужно. А не гнуться в любом положении. Вещь очень полезная, мы ее обязательно применим. Вчера все настраивал, промывал, подключал. Вытаскивал вот этот бак, куда наливается СОЖ. Хорошенько его отмыл. Но там нужно видеть насос, который забирает СОЖ и подает его по трубкам. Ну а по этой трубке уже стекает. Из вот этого поддона. Кстати, сейчас на мой частотный преобразователь завязаны сразу три двигателя. Основной двигатель масляного насоса. Ну и двигатель СОЖ. И все прекрасно работает. Сейчас разбавляем до 5% раствора с водой. То есть на 5 литров нам нужно 250 грамм. Совесть не позволяет мне сделать это иначе, чем с помощью магнитной мешалки. СОЖ. ЗАЛЕВАНТО. Ну что, друзья, наконец-таки все готово к долгожданному пуску. Кстати, нужно запомнить эту знаменательную дату. Никак не могу разобраться, какое число по этому календарю мая. Значит, будем ориентироваться, как всегда, по солнцу. Судя по нему, сейчас где-то середина осени 2020. А я еще не сделал себе солнечные очки. Что за непорядок, а? Пуск. А, пошла вода в хату. Лед тронулся, государственные заседатели. Лед тронулся. Если нужно, напор можно делать меньше-больше. Ну и спокойно можно регулировать трубкой подачу СОЖ, куда нужно. Ну а теперь я предлагаю испытать защитный экран, как он справляется со своими функциями. Он установлен на каретке поперечной подачи. И будет ходить вместе с ней. Сразу выяснилась одна проблема. Вот здесь у меня уже образовалась лужа охлаждающей жидкости. Дело в том, что она течет вот здесь, вот рядом с направляющими. И должна стекать вот сюда, в эти отверстия. А они у меня забиты, надо сейчас прочистить. Получается, что жидкость просто сливается на пол. А здесь электричество, то есть это недопустимо. Так что надо такие все вещи сейчас устранить. А так, в принципе, защитный экран справляется неплохо. И с этой стороны нужно тоже посмотреть сейчас. Все готово. Я даже сделал пробный проход, зарядил с прошлых видео медную болванку сюда. И сейчас попробуем обработать ее с СОЖ. Покажу вам, как все это происходит. Вытру СОЖ и достану вам. Сейчас я вам покажу, что получается. Реально получается самое настоящее зеркало. Вот посмотрите, какое отражение. Такого качества еще не получалось. Можно еще поиграться с оборотами, с подачей. Думаю, еще большего качества можно добиться. Вы посмотрите, что творится. Это реально зеркало. Друзья, посмотрите, какое отражение. Это рекорд. Наконец-таки добился я зеркальной поверхности. Вы видите? Отчетливо видно отражение. Причем не расплывчатое, как было в прошлый раз. А прям резкое такое, четкое отражение. Если смотреть прямо с торца, то отражение не суперское, конечно. Но видно, как я говорю сейчас. Просто магия какая-то. Настоящее волшебство. С каждым видео, ребята, у нас все получается все лучше и лучше. Вы видите сами. Я в шоке просто. Можно разглядывать токарный патрон из-за угла. Е-бой. Круть! Такому хорошему результату способствовала не только СОЖ, но и вот эта пластина, которую я вам еще не показывал. Она с поликристаллическим алмазом. И видите, какая у нее форма острая. Сейчас покажу ее поближе. Вот она поближе, друзья. Реально очень классная пластина. Рекомендую для обработки меди и других цветных металлов. Такого качества у меня еще не получалось добиться. Вот эта пластина позволяет. Но СОЖ. Без СОЖ так качественно не получится. Так что, ребят, кому нужно, ссылка будет в описании на эту роскошную пластину с поликристаллическим алмазом. Напомню. Дюралюминий, на нем получилось тоже очень-очень хорошо. Вот такие вот дела. Здесь в конце у меня попала стружка и поцарапала. На этом у меня все, друзья. Всем пока. До скорых встреч. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...